This conference will now be recorded. 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 I am a director of the center of the center. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Первое, что немаловажно, я думаю, все с этим столкнулись, что главная задача любой компании в условиях как рыночной экономики, а тем более в условиях кризиса, который мы наблюдаем. Началось все с политических кризисов, которые ударили по многим предприятиям, а затем эпидемиологические, пандемия, и, конечно же, каждое предприятие стремится грамотно управлять финансами. Грамотное управление финансами позволяет предприятию даже при низкой рентабельности не только выживать, но и преуспевать на рынке. И наоборот, коллеги, предприятия, которые, казалось бы, успешно имеют высокую рентабельность, если неграмотно распорядиться финансовыми ресурсами, денежными потоками, то предприятие может оказаться банкротом в считанные месяцы. И это, кстати, пандемия продемонстрировала предприятия, которые изначально были рентабельны, сохранив уровень производства, именно из-за перераспределения денежных потоков оказались банкротами. И помогут в этом справиться, если уж мы говорим о финансовой службе, не финансисты, не бухгалтера, а именно специалисты по управленческому учету, те люди, которые занимаются финансовым планированием. И вы знаете, очень часто люблю повторять, что специалист по управленческому учету это тот человек в финансовом блоке, который готов ответить на вопрос руководителя, будь то собственника предприятия, будь то генерального директора, на вопрос, а что будет, если? А что будет, если мы свернем производство, если мы людей переведем на удаленную работу, а что будет, если мы, наоборот, повысим объем производства, а если мы закупим материалы впрок, а если мы откажемся от собственной розничной сети, а если мы заключим договор со службой поставки? И вот именно специалист по управленческому учету способен подготовить финансовый план, а что будет, если подготовить бюджет, подготовить предварительные расчеты, оценить эффективность. Причем он может это все проделывать как в режиме онлайн, если бухгалтер дает отчетность фактическую, а что у нас есть с точки зрения законодательства, то специалист по управленческому учету тут же готов эту отчетность разложить в разрезах, будь то отдельно взятых цехов, направлений деятельности, продукции, филиалов, даже отдельно взятых сотрудников. При этом хочу отметить, что специалисты по управленческому учету, если ранее, будем говорить, там несколько лет назад, они были востребованы исключительно в крупном бизнесе, то последнее десятилетие, там, скажем, 8-7 лет назад, это вот слово бюджет, бюджетирование повсеместно вошло в средний бизнес. Сейчас даже малый бизнес нуждается в специалистах по управленческому учету, потому что кто-то не пережил, еще раз повторюсь, вот этих международных санкций, малый бизнес в том числе коснулось это, а кого-то вот подкосила пандемия. Поэтому сейчас даже малый бизнес, прежде чем открывать новые направления, либо же наоборот принимать некие экономические решения, всегда обращаются к специалистам по управленческим учетам. Чуть позже, когда я закончу рассказ о профессии, Ольга расскажет о потребности на российском рынке в данных специалистах и покажет средний уровень заработных плат, который присутствует. Также, коллеги, хочу отметить, что специалисты по управленческому учету задействованы в работе разных подразделений. Это я делаю оценку для тех, кому предстоит искать работу или, может быть, переквалификацию проходить, если вы рассматриваете вакансии, то обращайте внимание на разные формулировки. Это и сотрудники финансовой службы, и планово-экономического отдела, и сотрудники бухгалтерии, иногда специалисты по управленческому учету, иногда пишут экономист по управленческому учету, входят в состав бухгалтерии, либо же вот западные компании, у них, как правило, имеется служба контроллинга, либо служба внутреннего аудита. То есть в любую из этих служб может потребоваться специалист по управленческому учету, поэтому, когда, если на сайте вот по поиску работы выбираете подразделение, выставьте галочки напротив каждой из этих служб. Теперь, коллеги, если говорить о трудовых функциях, посмотрите, о функциях расскажу, что должен знать и умеет специалист по управленческому учету по нарастающей. Что значит по нарастающей? Смотрите, вот я сейчас написала сбор и группировку учетной информации для принятия управленческих решений, и написала уровень квалификации 5. Если вы еще не сталкивались с этим, коллеги, то, я думаю, каждый из вас знает, косвенно сталкивались о том, что существуют рабочие специальности, а есть именно специалисты. Так вот, специалист по управленческому учету, как вы понимаете, относится к категории специалистов. Квалификация специалистов начинается с уровня 5. То есть уровень квалификации 5, это говорит о том, что перед нами рядовой линейный специалист. Далее уже там будет старший специалист, ведущий специалист, начальник отдела, руководитель департамента и так далее. То есть чем выше будет уровень квалификации, вот пятерка 5, это минимальный уровень квалификации для специалиста. Поэтому условно я назову вот этого специалиста начинающим, начинающим не в плане, что он только начал работу, а начинающий, если говорить о развитии карьеры специалиста по управленческому учету. То есть это линейная должность. Что должен уметь этот человек? В первую очередь ввести учет доходов и затрат. То есть разбираться в видах доходов, какие они бывают, как они учитываются, на основании чего. Это и время учета, и особенность учетов. То же самое затрат. Это классификация затрат, место возникновения затрат, время учета затрат. То есть это те базовые знания, которые нужны абсолютно любому специалисту по управленческому учету. Далее, посмотрите, после того, как мы получаем с вами эти знания, ну, собственно говоря, эти навыки. Коллеги, у кого-то включен микрофон, вы хотите задать, если хотите задать вопрос, то пока давайте через поднятие руки или чат, а когда я закончу, готовы, буду пообщаться в прямом эфире. Далее, посмотрите, специалист по управленческому учету обязательно должен владеть навыками калькуляционных расчетов. То есть расчет себестоимости, будь то продукции, услуг, выполняемых работ. При этом разными методами очень часто на собеседованиях современные работодатели предоставляют кейсы. Иногда это даже, как говорится, первичный отбор соискателей производится, отправляется кейс и требуется ответить. Проверяется как качество ответа, время ответа, скорость ответа. И всегда в таких вопросах встречаются задачи на подсчет себестоимости. Причем разными методами в том числе. Далее, сбор и подготовка информации для составления бюджетов. Бюджет — это финансовые планы. То есть как раз-таки эти задачи как на практике, так и в теории звучат, что вот либо открывается новый проект, либо меняется что-либо в деятельности предприятия, необходимо произвести расчеты, к какому финансовому результату данные изменения приведут. И проведение, конечно же, планфактного анализа. То есть мы анализируем состоявшийся факт, а что предприятие получило с имеющимся планом. И не просто выявили отклонения, но и обязательно выявляем факторы этих отклонений. А почему отклонение произошло? Отклонение носит позитивный характер или негативный? Что необходимо предпринять, чтобы снизить негативное влияние? Либо наоборот, что необходимо предпринять, чтобы закрепить позитивное влияние факторов? Также специалист по управленческому учету занимается подготовкой информации для формирования ассортиментной политики и ценовой политики. А это как раз-таки, посмотрите, проведение анализа в разрезе ассортимента, то есть видов продукции, чтобы, если бухгалтер, он готовит отчетность по предприятию в целом, и мы видим прибыль, ну, либо убыток по предприятию в целом, можем рассчитать рентабельность. Вот как раз-таки именно специалист по управленческому учету готов провести данный анализ в разрезе номенклатуры. То есть сказать, да, условно, рентабельность предприятия в целом за период у нас 10%, но при этом у нас есть вот такие виды продукции, которые имеют рентабельность 40%, вот такие, которые 1%, есть убыточные. То есть фактически в разрезе ассортимента, в разрезе, возможно, клиентов, регионов, филиалов, то есть мы получаем дополнительную аналитическую информацию. И, конечно же, учет результатов деятельности различных сегментов бизнеса с помощью нефинансовых показателей. Опять же, это отличие от бухгалтерии. Бухгалтерия всегда будет рассуждать финансовую эквиваленцию. То есть это будут рубли, обороты, выручка, себестоимость, расходы, доходы. Когда мы с вами говорим об управленческом учете, то здесь добавятся показатели эффективности нефинансовые. Здесь могут быть что угодно. Килограмм на квадратный километр, точка безубыточности в штуках. В месяц производительность человека, час на тонну готовой продукции и так далее. Любые нефинансовые показатели, которые позволяют нам сделать выводы об эффективности, либо неэффективности работы. Произвести сравнение характеристик разных бизнес-сегментов, подразделений, может быть, направлений и так далее. Еще раз, коллеги, повторюсь, вот этот перечень функций, которые вы видите, трудовых функций, которые вы видите, это предполагается наличие у любого специалиста по управленческому учету. Даже если, вот еще раз повторюсь, он занимает, выполняет, занимает линейную должность, выполняет базовые функции. Если же мы с вами рассматриваем развитие по карьерной лестнице, если вы говорите, да, я уже являюсь специалистом по управленческому учету, у меня есть база, зачастую в управленческий учет приходят люди, которые имеют отношение к экономическому блоку, ранее работали, будь то в бухгалтерии, будь то в экономической службе, говорят, да, вот как раз-таки то, что у вас на экране, я знаю, умею, и я мне как раз-таки, я рассматриваю переход в управленческий блок именно с той целью, чтобы сделать карьеру, то есть там стать старшим специалистом, ведущим, может быть, возглавить отдел. Тогда посмотрите, вот этим базовым функциям добавится следующий уровень. Давайте посмотрим, это уровень квалификации 6, это уже статус старшего специалиста, то есть это уже, возможно, руководитель рабочей группы, либо, говорю, старший специалист, который объединил несколько специалистов под своим началом. Здесь нам уже необходимо подготовка и анализ информации для принятия управленческих решений на операционном тактическом уровне. Вот здесь, посмотрите, уже расчет и мониторинг, показатели безубыточности и эффективности. То есть не только необходимо оценить, но и уже вы видите слово мониторинг, то есть регулярная оценка, вернее, регулярный учет факта и регулярная оценка поступившей информации с точки зрения отслеживания. Вот если у человека для состояния его здоровья отслеживают температуру тела фоново, потому что любое повышение температуры, как в большую, так и меньшую сторону отклонения, говорят о проблемах со здоровьем, там температура, давление. Так вот, для предприятия, если мы говорим об экономической составляющей, это как раз-таки точки безубыточности, эффективности деятельности, к которой будут относиться и рентабельность, и оборачиваемость различных, будь то активов, будь то капиталов ложных бизнесов. К функциям старшего сотрудника относится как раз-таки составление бюджетов и проведение планфактного анализа. То есть это уже, именно этот человек отвечает за составление бюджетов. Если предыдущий специалист, он у нас участвует, он делает расчеты, порученные ему, то вот консолидацию бюджетов, именно подготовка отчетных форм, а их у нас три, это мы готовим прогнозный баланс, готовим бюджет доходов и расходов, так называемый БДР, либо на западный манер называют ПНЛ, и, соответственно, готовится, безусловно, бюджет доходов, бюджет движения денежных средств, ПДДС, либо по западному кэшфлопночное. Соответственно, за это отвечает как раз-таки наш старший специалист с более высоким уровнем квалификации. Также у нас продолжается, присутствуется анализ информации для формирования ассортиментной ценовой политики. Если предыдущий специалист готовил расчеты, то этот человек несет ответственность за ее анализ, за принимаемое решение. И, конечно же, здесь, посмотрите, происходит добавление, осуществление процедур внутреннего контроля в системе управленческого учета и внутрифирменной отчетности. То есть, если наш линейный специалист, он собирает информацию, ее систематизирует, готовит, то старший сотрудник, он готов консолидировать эту информацию и предоставляет отчетность и проекты решений руководителю. Далее смотрим по карьерной лестнице. Уровень квалификации 7 – это уже у нас уровень начальника отдела. Начальник отдела – это по-разному может называться планово-экономическая служба, это может быть отдельный выделенный департамент финансовой дирекции, это может быть отдел в рамках бухгалтерии. Все зависит от конкретной иерархии, конкретной организации. Вот как раз-таки именно начальником отдела, и если вы собираетесь совершенствоваться, расти в сфере управленческого учета, так вот руководитель данной службы отвечает за формирование учетной политики и регламентов, за составление стратегического бюджета, за разработку и мониторинг ключевых показателей устойчивого развития, то есть, посмотрите, добавляются стратегические аспекты, то есть не только вот тактически на текущий год и анализ планфакта, но и принятие решения, а чем мы будем заниматься в следующем году, через три года, куда мы стремимся, через пять лет, какие сегменты пойдем, какие долгосрочные инвестиционные вложения нам потребуются, либо наоборот не потребуются. Поэтому у нас следующее, конечно же, это анализ эффективности инвестиционных проектов, оценка рисков и, конечно же, руководство непосредственно самой службы управленческого учета и контролинга, то есть умение руководить людьми, то есть требуются менеджерские навыки. Коллеги, это мы с вами рассмотрели, а какие навыки нужны современному специалисту по управленческому учету, какие трудовые функции выполняет данный специалист. Далее мы рассмотрим несколько иные аспекты данной должности. Скажите, вот по трудовым функциям есть ли вопросы, которые вы хотели бы уточнить? Может быть, кто-то с чем-то сталкивался, или какая-то функция непонятна нуждается в пояснении? Если есть вопросы, вы тогда в чате, пожалуйста, пишите. Есть кто-то, кто голосом хочет спросить, уточнить? Именно по трудовым функциям. В эфире тишина. Если появится сообщение в чате, я обязательно прокомментирую. Тогда, коллеги, еще один вопрос, который я хотела бы осветить. Ну, это уже седьмое продолжается. Руководитель у нас проектирования, автоматизация, построение системы. С этим понятно. Теперь посмотрите, коллеги, я хочу обратить ваше внимание, так как у нас сегодня день открытых дверей, посвященный данной специальности, специалист по управленческому учету, то я хотела бы рассказать о программе обучения и расставить акценты, что для чего, кому нужно, какие навыки дает. Итак, давайте посмотрим. Если мы говорим с вами о дипломной программе специалист по управленческому учету, то в среднем реализация программы занимает от 6 месяцев. Наши студенты обучаются. В данную программу, в программу специалист по управленческому учету, входят следующие курсы. Excel уровень 2 и 3. Почему? Потому что, безусловно, на работе, когда мы говорим об экономическом блоке, вы будете применять специализированное программное обеспечение. Но очень часто используется, если говорить о российских программных продуктах, это и продукты фирмы 1С, Битфинанс и прочее. Также широкое распространение имеют западные продукты. О них мы пока не говорим. На их изучение выделяются отдельные курсы. При этом, когда мы говорим о планировании, бюджетировании, о первичном сборе информации, исторически сложилось, что используется Excel как табличный агрегатор. Поэтому уровень 2 и 3 входит в данную программу. Вот далее, посмотрите, начинается программа с курса подготовка и защита бизнес-плана. Я сейчас, коллеги, курсы перечислю, а далее о каждом из курсов расскажу подробнее, что проходится, какие кейсы выполняются на каждом из курсов. Итак, посмотрите, в программу входят курсы подготовка и защита бизнес-плана, основу управленческого учета и бюджетирования, организация бюджетного контроля в Microsoft Excel, анализ финансового состояния предприятия, управленческий анализ и аудит, основу инвестиционного анализа, ну и, конечно же, как и по любой дипломной программе, присутствует итоговая тестация. Коллеги, обратите внимание, курсы сейчас на моем экране расположены в том порядке, в котором Центр Специалист рекомендует проходить эти курсы. При этом на что хочу обратить внимание, обязательный порядок есть, в частности, Excel 2 всегда рекомендую проходить именно первым. Почему? Потому что все остальные курсы для создания форм, для проведения расчетов, они будут производиться в Excel, и вам будет тяжело без этих знаний. А вот далее, посмотрите, остальные курсы вы можете проходить в удобном для вас порядке за исключением вот двух курсов основы управленческого учета и бюджетирования, организации бюджетного контроля. Они проходятся вот именно в таком порядке. Сначала основы управленческого учета, а затем уже потом организация бюджетного контроля. Почему? Потому что сквозные задачи, которые решаются, сначала мы готовим бюджет, а потом этот бюджет реализуем. С остальными курсами вы можете выбрать абсолютно любой порядок. То есть если вы после Excel пройдете основу инвестиционного анализа или сначала пройдете, там анализ финансового состояния, это на усвоение программы не повлияет. То есть обязательно Excel 2, потом в любом порядке остальные курсы, за исключением вот двух курсов основы управленческого учета, организации бюджетного контроля. Они идут вот в бюджетный контроль именно после бюджетирования. Теперь посмотрите, коллеги, для тех, кто спешит, давайте расскажу, какие кейсы выполняются в рамках данной программы и что вы можете включить позднее в свое портфолио. То есть давайте представим, что вот часто слушатели спрашивают, вот мы прошли обучение, что мы будем знать и уметь. Подробности расскажу, когда буду рассказывать о курсах, а если в комплексе, то посмотрите. По особенностям данной дипломной программы, что у нас является? Первое. Учебный план составлен с учетом современных требований работодателей. Воды ни на одном из курсов вы не увидите. Вы приобретаете конкретные практические навыки. И вы знаете, когда потом разговариваем со слушателями, очень часто, и пусть покажется нескромным, слышу, что когда говорят Светлана, но если бы мне в институте вот так рассказали, то есть я бы уже давно там финансовым директором был. Почему? Потому что зачастую мы в курсе, в четырехдневном даем то, что вам в институте пытались донести два года, там два-три года на курсе. Почему? Потому что когда студент, это не имело практической значимости. Это была голая, неосознаваемая теория. А сейчас, когда мы говорим о курсах, повышение квалификации, переквалификации, человек уже понимая практическое применение и решая конкретные кейсы, конечно же, знание, ценность знаний увеличивается. Второй момент. При этом, несмотря на то, что основной акцент мы делаем на работодателей, мы регулярно, и вот Ольга как раз-таки говорит, в ярмарке, да, у нас вакансии проводят, мы отслеживаем, какие требования работодатели предъявляют, то второй аспект, мы всегда учитываем требования профессиональных стандартов. Минтруда, соцзащиты. То есть наши специалисты не только удовлетворяют работодателей, но и все формальности, также профессиональных стандартов соблюдены. Третий аспект. Программа рассчитана на 272 часа, это приличный объем коллеги, с одной стороны, приличный, достаточный, чтобы усвоить необходимые навыки, но при этом в наших курсах нет, ну, знаете, как в УЗИ социологии, философии и прочего. Мы говорим только о данной специальности, о тех профессиональных навыках, которые вам нужны. То есть вот эти 272 часа, они являются с одной стороны необходимыми, то есть ничего лишнего, с другой стороны, достаточно, чтобы освоить профессию. Даем конкретные навыки и знания, с которыми берут на работу, и при проведении курса очень часто, когда решаем задачки, делаю такие акценты, что коллеги, обратите внимание, вот эти задачи очень часто встречаются на собеседованиях, вот эти задачи часто встречаются в тестировании. Вот таким образом решаем, вот таким образом применяем полученные знания. Форматы обучения, коллеги, обратите внимание, Центр-специалисты практикуют как очное обучение. Очное обучение все знакомы. Пришли в аудиторию, сели, преподаватель читает лекции. Можно присутствовать в режиме вебинара. Это как сейчас вы подключились. Это подходит слушателям, которые проживают удаленно, чтобы не тратить. Ну, либо если вы соблюдаете рекомендации эпидемиологические, чтобы исключить контакты, пожалуйста, в режиме реального времени обучайтесь. Есть формат очно-заочное обучение. То есть вы заочно проходите материал и на очных сессиях, как правило, в выходные дни приезжаете, сдаете практикумы, получаете консультации. Есть также у нас открытое обучение. Это когда вы знакомитесь с видеозаписями, самостоятельно изучаете материал. При этом у вас есть сопровождение преподавателя, которому вы сдаете как онлайн, так в очно. Можете сдать все практикумы, задать интересующиеся вопросы. И, коллеги, пока на слайде нет, так как официально на сайте еще не появилось, но буквально в ближайшие дни появится еще один формат, свободное обучение. Следите за нашими новостями. Ну и завершает мой список особенностей данной дипломной программы, что в зависимости от уровня вашей подготовки и занятости можно сформировать программу индивидуально. У нас есть слушатели, которые ранее у нас обучались и прошли некоторые курсы из этой программы, их можно зачесть. Иногда бывает слушатель говорит, а вы знаете, у меня полная переквалификация. И если, например, у нас перед основами управленческого учета и бюджетирования стоит предварительная подготовка, прохождение курса основы экономики или аналогичные знания, то если человек говорит, нет, я раньше в экономическом блоке не работаю, то наши менеджеры подберут те курсы, которые предварительно посоветуют вам пройти. Формат проведения занятий. Если у вас интенсив, есть такие у нас слушатели, которые приходят, говорят, вот у меня пока отпуск там, или я как раз одну работу уволился, следующий как раз специально хочу сосредоточиться на обучение, пожалуйста, до пяти занятий в неделю, ходите пятидневкой. Есть занятия, которые на полный день, то есть восемь академических часов, это с десяти до пяти, можно выбрать четыре, две пары, такой щадящий режим, режим утро, предположим, с десяти до часу, режим день, это с двух до пяти, либо режим вечер, те, кто приходят после работы, это восемнадцать тридцать, двадцать один тридцать, все эти режимы у нас есть. На каждом занятии по любому из курсов мы решаем как вместе с преподавателем задачи, так и выполняем заслуживание самостоятельной работы, есть задания для домашних работ. В том числе, так как мы говорим о программе специалист по управленческому учету, слушатели получают и шаблоны, которые вы можете использовать в реальной деятельности своей, но сейчас по проектам расскажу, какие именно. Далее, коллеги, пожалуйста, можно всегда общаться, приветствуется задавание вопросов и между учебными модулями в рамках дипломной программы возможных перерывов. Иногда сразу слушатель говорит, так, я вот эти курсы готов пойти, а потом у меня, знаете, ну, как раз таки финансовый блок у нас там в декабре, январе, там в феврале будет сдача отчетности, я сделаю перерыв, в марте вернусь к обучению. Или там вот на летнее время кто-то уезжает в отпуск, пожалуйста, можно подобрать группу, которая будет удобна именно вам. Ну вот теперь давайте дошли до портфолио, то есть какие работы вы можете по итогам прохождения программы добавить в свое портфолио, то есть какие кейсы вы получите, какие задачи вы решите. Первое практическое, важное, с чем студенты уходят у нас в жизнь, это с шаблоном бюджета предприятия в Microsoft Excel. Безусловно, коллеги, так как курс 32 академических часа, то есть всего 4 дня, шаблон на первый взгляд упрощенный, но при этом многолетняя практика показала, ничто не мешает нашим студентам использовать его в своей работе, расширяя, потому что он действительно масштабируемый, есть как все шаблоны операционных бюджетов, так и шаблон формирования сводных форм БДР, БДДС, прогнозного баланса. И многие, как раз таки, пройдя данный курс, уже получив шаблон, еще во время обучения говорят, вот я параллельно работаю, создаю свой и задают вопросы, уже получаю. Как вы понимаете, это действительно важно. Далее, посмотрите, еще один шаблон, который получают слушатели, это уже, если бюджет мы строим с вами, если кто-то из вас делает пометки на курсе основы управленческого учета и бюджетирования, и мы выполнили этот проект, и коллеги, еще раз подчеркну, уходят с готовым бюджетом в Excel, с готовым шаблоном, который могут применять, то на курсе организации бюджетного контроля мы выполняем два проекта. Это автоматизация бюджетного контроля, то есть как раз таки, чтобы заявки, которые мы принимаем на оплату, на отгрузку материалов, на использование любых ресурсов, не выходили за рамки предусмотренных бюджетов, то есть мы создаем файл в Excel, который позволяет проводить автоматический контроль, соблюдает, то есть делает отсылку на бюджет и автоматически выдает либо одобряем, либо отклонение и указывает, какого рода отклонение. И второй проект, который также выполняется на курсе организации бюджетного контроля, это создание платежного календаря, именно подневного платежного календаря при помощи реестра платежей. То есть мы вносим туда заявку на платеж, и если она одобрена, она автоматически уходит в платежный календарь, то есть на нужный лист мы делаем годовой платежный календарь, каждый лист это месяц, то есть у нас 12 листов, и на каждом листе, соответственно, в зависимости от месяца, от 28 до 31 дня, и платеж попадает в свою статью затрат, либо в свою статью доходов на нужный день, что позволяет нам рассчитывать сальдо, то есть под дневные денежные прогнозируемые остатки. Это, как вы понимаете, позволяет предприятию избегать газовых разрывов. На курсе анализ финансового состояния предприятия, проектом, который мы выполняем на протяжении всего курса, это является заключение о финансовом анализе предприятия. То есть не только анализируются все основные бухгалтерские формы, это баланс, ОФР, ДТС, но и производится оценка финансовой устойчивости, ликвидности и привлекательности предприятия с расчетом всех необходимых коэффициентов. Это и ликвидность, и оборачиваемость, и определение типа финансовой устойчивости, и оценка привлекательности потенциального заемщика, оценка рисков и так далее. Этот вот бланк, то есть, опять же, мы получаем, слушатели получают шаблон в Excel, на примере реального предприятия мы анализируем, а далее, загрузив свои формы, вы можете получить расчет всех показателей и заключение по своему предприятию. На курсе подготовка и защита бизнес-плана мы готовим бизнес-план небольшого предприятия, и, опять же, у нас есть шаблон в Excel, которого и шаблон, там два шаблона в Word с описанием, как раз-таки, резюме проекта, маркетинговая часть, инвестиционный, и к нему прилагаются все необходимые приложения. В Excel мы, опять же, составляем бизнес-план. Слушатели получают, еще раз повторю, шаблон Word и шаблон в Excel, и далее могут применять в своей деятельности, как для создания бизнес-плана проекта, предприятия и так далее. И завершает список тех кейсов, которые мы решаем, и слушатели, по которым получают шаблоны, это инвестиционный анализ предприятия. На данном курсе производится расчет всех необходимых инвестиционных показателей, причем как принятых российских, так и международных. Причем мы не только их рассчитываем, опять же, слушатели решают как задачки, так и по итогам проводится бриллинг, то есть слушатели получают шаблон, и при введении данных все инвестиционные показатели рассчитываются. Коллеги, я думаю, что далее у меня есть слайд, я готова рассказать о каждом из курсов, о каждом из проектов, если на то будут ваши вопросы. Если вопросы ко мне есть, пишите, Ольга, а я готова передать слово вам. Коллеги, давайте, наверное, пока вы формулируете вопросы, я скажу буквально несколько слов про рынок труда, покажу один слайдик. Конечно, бизнес-процессы, технологии сейчас быстро меняются, и, конечно, успешному специалисту уже таких базовых знаний достаточно для продвижения по карьерной лестнице и получения более высокого дохода. И образование, повышение квалификации через всю карьеру – это сейчас стандарт для сохранения профессиональной пригодности и для того, чтобы просто остаться на рынке труда, сейчас специалисты вынуждены постоянно добавлять какие-то новые знания, повышать квалификацию. Такие наши реалии. Специалист по управленческому учету входит сейчас в пятерку самых высокооплачиваемых специалистов финансового сектора наравне с экономистами проекта, финансовыми экономистами. Анализ вакансий на рынке труда показывает, что навыки по управленческому учету работодатели хотят видеть и у финансовых директоров, и у экономистов, финансистов, финансовых менеджеров, специалистов отдела бюджетирования и контроля. Преимуществом при трудоустройстве обладают кандидаты, имеющие опыт работы в 1С и системах электронного документа оборота. Хороший Excel – это также обязательное требование. Немножко посмотрела по статистике на сегодняшний день на HeadHunter. Большинство вакансий сосредоточены у нас в лидирующие отрасли. Это информационные технологии, а также строительство и недвижимость. Уровень дохода зависит от квалификации. Вы сейчас во многих резюме можете видеть, что вопросы не указывают. Работодатель при этом имеет некую зарплатную вилку, и по результатам собеседования на основании подготовки специалиста, на основании его компетенции уже делает оффер. Таким образом, я вас призываю для того, чтобы оставаться востребованным на рынке труда и получать лучший оффер, чтобы быть более конкурентоспособным. Заниматься периодически, повышением квалификации, добавлять в себя опять свои знания. Светлана, есть ли у нас вопросы? Вопросов не вижу. Да, коллеги, я в чате пока не вижу вопроса, при этом слышала мужской голос, который пытался задать вопрос, но вот и далее связь пропала. Коллеги, есть ли вопросы по функционалу, по выполняемым проектам, по программе, потому что далее я тогда уже перейду к рассказу отдельных курсов, ну и, собственно говоря, Ольга расскажет о программе. Давайте я пока отвечу на вопрос. Вот я вижу документ об образовании какой, Константин спрашивает. Константин, у нас есть разные формы выдачи документов. Мы сегодня говорим о дипломной программе. Вот я вам ссылку, которую скинула последнюю в чат. Специалист по управленческому учету. Это дипломная программа переподготовки по специальности. Что это значит? Если у вас есть базовое любое образование, то на основании этого документа, документ о переподготовке по специальности, вам может быть выдан. И он говорит о том, что вы имеете право работать по данному направлению, по данной профессии, и вы являетесь, как бы, аналог второго высшего образования. Это не бакалавриат, это не магистратура. Это именно переподготовка по специальности, которая учитывает, что на первом высшем образовании вы уже прошли базовые дисциплины, такие как психофилософия, математика и так далее. Если высшего образования у вас, ну, у кого-то может быть, да, нет, есть, может быть, колледж, тогда может быть выдан только документ удостоверения повышения квалификации. Проходя курсы из дипломных, дипломных программ, которые, говорит Светлана, вы по каждому курсу получаете удостоверение на повышение квалификации, и по итогу, после сдачи итоговой тестации вы получаете диплом о профессиональной переподготовке при условии, что есть базовые высшие образования. Это государственный стандарт, написан, можете почитать, да, как бы стандартная такая во всех учебных средствах. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Светлана, передаю вам славу. Коллеги, так как вижу, что еще больше вопросов нет по программе, но при этом, да, надеялась, потому что, как правило, дверь открытых дверей задает вопросы именно по специальности, если нет вопросов по специальности, тогда расскажу о курсах, входящих в программу. Так, это я рассказала, давайте вот о чем. Буквально корот, или вот появились вопросы, Валентина спрашивает, если первообразование, высшие технические условия, такие же, да, Валентина, критерием является сам факт наличия высшего образования, потому что, когда мы говорим о переквалификации, профессиональной переподготовки, предполагается, что вообще образование есть профиль, не имеет значения. Другое дело, что в зависимости от того, каков ваш опыт, сначала посоветуйтесь с менеджерами, возможно, вам перед программой добавят один-два курса с базой, с необходимой базой. Коллеги, ну что ж, тогда буквально пару слов о курсах, о насыщении курсов и завершаем. Итак, как мы с вами сказали, начинается у нас все с курса Excel, программу подробно рассказывать не буду, но от себя что скажу. Уровень 2 рекомендую всем. Вы знаете, даже опытные служители, которые работают с Excel, сама финансист 30... Обманула. 98-го года, это получается 23 года работаю с Excel, и то узнаю регулярно что-то новое. На данном курсе появляются новые фишки, которые мы можем использовать в своей работе. Рекомендую. Excel 3, посмотрите, пожалуйста, это анализ, визуализация данных. Она, Excel 3 вам пригодится. Во-первых, для работы с большими массивами, а бюджеты это всегда массивы, если это не микробизнес, а реальное предприятие, малый, да, средний, нижний сегмент среднего бизнеса, если вы бюджетирование проводите в Excel, без формул массивов вам не обойтись, потому что вы будете тогда автоматизировать, и минимальная автоматизация, она как раз-таки доступна при помощи данных функций. И второй момент на уровне 3 Excel, это визуализация. Хотите вы того или нет, специалист по управленческому учету, он не только проводит анализ, но и ваша задача донести до заказчика, то есть до своего руководителя данную информацию. А цифры, они не всегда всеми понимаемы. А когда вы свою таблицу, когда вы свой бюджет сопроводили, наглядные диаграммы, а диаграмму тоже нужно уметь построить, потому что одна диаграмма подходит для визуализации статей затрат, совсем другая, для рентабельность, для анализа активов, для анализа капиталов, для подчеркивания оборачиваемости, изменения, где-то графики, где-то кистограммы, где-то круговые, где-то статистические, а где-то и ящик с усами нужен, если не знает такой тип диаграммы статистической, поэтому уметь нужно строить, чтобы визуализировать свою информацию. Далее, посмотрите, подготовка и защита бизнес-плана, как уже сказала, в рамках данного курса готовим бизнес-план с нуля. Обратите внимание, вот сейчас как раз-таки по модулям видно, это и инвестиционный план проекта, и маркетинговый, и финансовый, и оценка эффективности, анализ рисков, ну и, конечно же, все дополнительные приложения, которые непосредственно нам понадобятся. Курс «Основы управленческого учета и бюджетирования» фактически состоит из двух блоков. Это управленческий учет, как раз-таки вот здесь понимание, помните, говорили, базовый уровень линейного специалиста, это понимание затрат, доходов и классификация, калькулирование себестоимости. И вторая часть курса посвящена бюджетированию, это подготовка бюджета, тот самый проект, о котором мы с вами говорили. Курс «Организация бюджетного контроля». Опять же, у нас здесь как финансовое планирование бюджетирования, но теперь с точки зрения отслеживания, выполнения, исполнения данного бюджета, отслеживания эффективности, бюджетный контроль и тут же формирование, как уже говорила, платежного календаря, реестра платежей и выявления отклонений. Анализ финансового состояния предприятия. Посмотрите, пожалуйста. Читаем отчетность с нуля, то есть вспоминаем принципы бухгалтерского учета, так как здесь как раз-таки будет идти работа не с управленческой отчетностью, а именно с бухгалтерской. Вспоминаем правила формирования финансовой отчетности по бухгалтерскому и налоговому учету, а далее начинаем анализировать все. Каждую строку, какие бывают отклонения, хорошо или это плохо, о чем это говорит, какие сигналы подает, а если в комплексе. И делаем вывод. Изменения, которые произошли с данным предприятием, это позитивные изменения, которые ведут к повышению его финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, или это негативные факторы, которые говорят о снижении эффективности предприятия. Является ли наш партнер платежеспособным, сможет ли он выполнить взятое на себя финансовое обязательство, но особенно если мы планируем партнеру, покупателю дать отсрочку платежа или заплатить авансы своему поставщику, конечно же, необходимо оценить их. Потому что иногда бывает, посмотришь на отчетности, сразу видно, что при самом искреннем намерении рассчитаться, предприятие не сможет это сделать. И обратите внимание, в кейсах этого не было, в рамках курса анализ финансового состояния, в последнем модуле, там где идет ранняя диагностика несостоятельности предприятия, слушатели также получают шаблон оценки, оценки кредитоспособности заемщика по модели Сбербанка. То есть мы берем 7 западных методологий и подробно изучаем модель Сбербанка для оценки кредитоспособности заемщика и присвоения ему рейтинга. Курс управленческий анализ и аудит, это единственный нефинансовый курс в данной цепочке, он посвящен как раз таки анализу нефинансовых показателей. Помните, мы говорили, старший специалист, он должен владеть методологией оценки нефинансовых показателей. И здесь вы увидите, это и оценка плана по маркетингу, и все маркетинговые показатели, это и сегментация, и лояльность, и рыночные тенденции, это и оценка кадровой политики, как подбора кадров, так и выбор системы материального стимулирования, и оценка системы мотивации, предпринимаемой на предприятии. Это организация контроля качества, оптимизация бизнес-процессов, чтобы мы могли делать выводы. Ведь зачастую, чтобы интерпретировать финансовые показатели, мы должны понимать, а эти показатели получены из каких нефинансовых исходных данных. И для того, чтобы получить большую прибыль, что нам нужно оптимизировать, будь то в производстве, будь то в цепочке логистики, а может быть в системе мотивации персонала. Ну и как вы помните, завершает линейку дипломной программы, основы инвестиционного анализа. И так как здесь мы говорим именно об основах, то здесь у нас именно база. То есть те самые как раз-таки общепринятые расчеты рентабельности, тут же, пожалуйста, дисконтирование, расчет NPV, ИРР и так далее. Ближайшая программа, коллеги, стартует у нас уже на следующей неделе, но при этом, как мы с вами говорили, вы можете всегда обратиться к нашим специалистам и они будут готовы вас записать на дипломную программу. Сейчас вернусь еще раз к перечню входящих курсов. Так, это у нас вот здесь. И если у вас есть вопросы по какому-то из них, я готова ответить. Коллеги. Светлана, может быть, здесь я немножко перехвачу и пару слов расскажу про стоимость, потому что был такой вопрос в чате. Пока вы перехватываете, я сейчас отвечу на вопрос Алексея, принципиальное отличие между специалистом по управленческому отчету и финансовым аналитиком. Алексей, вот я думаю, как раз-таки в последнем аспекте вы услышали, что специалист по управленческому отчету владеет знаниями, касающимися не только финансовой части. Если финансовый аналитик, это вот, как правило, включает в себя анализ бухгалтерской отчетности и инвестиционных проектов, то специалист по управленческому отчету, это как раз-таки все ответы, а что будет, если. А если мы сменим поставщика? А если мы введем новую систему мотивации? А если мы расширим штат? Финансовый аналитик на эти вопросы не отвечает. Да, передаю, Ольга. Стоимость программы 115.390 за всю дипломную программу. Вот и до. То есть с нуля и во все курсы, которые рассказала Светлана. И сегодня для тех, кто к нам присоединился, кто записался на день открытых дверей, мы дарим вам скидку 10 тысяч рублей. Вы можете использовать этот сертификат при покупке дипломной программы в течение трех дней. Назовите менеджером промо-код, который вы видите на экране, и дополнительно, да, то есть если вы берете каждый курс по отдельности, то в дипломной программе есть все эти курсы, и в ней уже заложена скидка. Если вы используете данный сертификат, то скидка будет еще на 10 тысяч рублей больше. Прямо вот я там дублирую в чат. Что еще тоже хочется сказать? Обратите ваше внимание, что у нас есть отличный курс, называется «Финансовый анализ», который включает в себя 16-часовую практику. Если вы пока не готовы к прям такой небольшой серьезному, да, вот шагу дипломной программы, вы можете взять небольшой курс «Финансовый анализ». Он включает в себя несколько курсов, топовый курс по финансовому менеджменту и дополнительную 16-часовую практику. Ольга, давайте прокомментируем. Коллеги, это у нас, если до сих пор мы говорили о дипломной программе, там, где вы получаете именно диплом, о переквалификации, о переподготовке, то сейчас Ольга говорит о небольшой программе, посвященной финансовому анализу. Там проходим на курс «Анализ финансового состояния». Это 40 часов плюс 16-часовой практику. Он так и называется по финансовому анализу. То есть если дипломная программа – это 272 часа, то вот программа «Финансовый анализ». С дипломной немного пропадает связь. Светлана, вас пока не слышно, к сожалению. Давай, наверное, продолжим. То есть мы сейчас говорим про отдельный курс, который состоит из нескольких небольших курсов. Это не дипломная программа, но если мы пока не готовы к серьезному шагу, можно попробовать начать с нее. Также сейчас достаточно актуальны остаются курсы, которые могут дополнить ваши профессиональные компетенции и увеличить вашу стоимость на рынке труда. И в настоящее время высокий спрос на специалистов, которые разбираются в МСФО. И после нашего курса вы сможете дополнить свой резюме такой записью, как «Знание понимания финансовой отчетности». Курс небольшой. Можно на него уже записаться 6 сентября. Ссылочку я отправила вам. Стоимость его также небольшая. 26,990 или 24,250 он в формате онлайн. И еще про последний курс, который также может быть интересен специалистам финансового профиля, экономического профиля. Это как раз про то, что говорила Светлана, что важно не только анализировать, но и иметь представлять свои полученные данные, и здесь мы вас можем научить этому на нашем курсе «Работа с тобой». Курс у нас в ближайшем будет 21 сентября. Подробности можете узнать у менеджера, либо на нашем сайте. Светлана, как у вас со звуком? Да, все… Меня слышно? Да, сейчас слышно, все наладилось. Да, я давала комментарии, я как раз-таки замолчала, и тут запись пропала. Я дала комментарии, что вот программа «Финансовый анализ», если вы говорили дипломная программа, это 272 часа и включает 8 курсов, то «Финансовый анализ» – это 2 курса, «Анализ финансового состояния» и 16-й практикум, который так и называется «Практикум по финансовому анализу», то есть это 56 часов. Так, и у нас вопрос, Алексей спрашивает, на чем лучше заострить внимание начинающему бизнес-аналитику, «Управленческий учет» или «Финансовый анализ». О, Алексей, о чем вы спросили? Если вы сейчас говорите о бизнес-аналитике, то бизнес-аналитику лучше всего сосредоточить внимание на описание бизнес-процессов, потому что когда мы… Если вот сфера приложения «Финансового аналитика» – это финансовые показатели, а это база финансовая отчетность либо управленческая отчетность, которая работает, специалист по управленческому учету – это как финансовые показатели, и так, и не финансовые, и важно знать структуру предприятия, структуру сбыта и так далее, то когда мы говорим о бизнес-аналитике, то сфера его приложения, его трудовых функций – это регламенты, это бизнес-процессы, это информационные системы. Поэтому первое, с чего нужно начинать бизнес-аналитику, это разобраться, что такое бизнес-процессы, какие они бывают, как их описывать, как их оптимизировать. Это совсем другое. Алексей. В этом направлении у нас также есть программа подготовки, есть дипломные программы. Алексей, с нашим менеджером, они вам, с тобой все информацию предоставят. У нас есть, Алексей, курсы по бизнес-анализу, есть основа бизнес-анализа для начинающих, далее там инструментарий, бизнес-аналитик, а по бизнес-процессам есть, как и работа с программным обеспечением для описания процессов и другие курсы. Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот выяснили, что 6 сентября стартует ближайшая дипломная программа у нас, да, по курсу, специалист по управленческому учету. Скажите, пожалуйста, по какому-то из курсов, есть ли у вас вопросы? То есть даже с 5-го стартует. Светлана, давайте я, наверное, может быть, на более такие частые вопросы, которые задают слушатели. Например, если вы какие-то курсы из перечисленных уже изучили, и можете ли вы в итоге получить диплом? Да, можете. То есть для этого вам нужно обратиться к менеджеру. Вы можете, он подберет вам те курсы, которые необходимы для получения диплома, и с вами сможет проговорить даты, когда вам удобно обучаться. Также вы можете самостоятельно руководствовать информацией на сайте, выбрать те курсы, которые вам не достают, и, соответственно, их оформить. Если вы планируете, может быть, куда-то уехать, или вы пока не знаете, не определились с датами, у нас очень гибкий график. Всегда много групп, которые мы проводим в разное время, вы для себя всегда сможете подобрать. В конце концов, можно выбрать и удаленный формат обучения, либо обучение открытое, либо обучение очень золочное. То есть учиться можно везде всегда, даже если у вас там плотный график, если вы куда-то уезжаете, мы готовы под вас подстраиваться. У нас очень хорошее расписание. Коллеги, не вижу больше вопросов. Ольга, завершаем тогда? Да, предлагаю тоже завершать. Уважаемые слушатели, хочу поблагодарить вас, что присоединились к нам онлайн. Светлана, спасибо за интересный рассказ про профессию. Уважаемые слушатели, если какие-то вопросы останутся, можете уточнить у менеджеров. Вот, Наталья, еще вопрос. Вижу. Можно ли перезачить один из пройденных курсов? Да, можно перезачить. Единственное, что, если вы его проходили больше трех лет назад, могут возникнуть сложности. Но если это речь идет о последнем годе или последних двух лет, то обычно проблем не возникает. Все, всем спасибо, что приняли участие. Со всеми прощаюсь. Коллеги.